Всем привет друзья! Как всегда с вами Намко. Сегодня хотел бы немножко поговорить на тему того, кем можно тащить ММРчик. Это наверное достаточно интересное размышление на этот счет будет, потому что каждый из вас хочет наверное повысить свой ММРчик. Я расскажу на ком я играю и я заметил такую вещь, что я играю на определенном персонаже, придерживаюсь определенной тактики, стратегии на игру и у меня наверное 80% побед на этом герое в ММРчике. Сейчас, хоть я играю на достаточно маленьком рейтинге, это 3000, там 3500, ну не столь важно, но тем не менее, как бы такая стратегия, я уверен, что будет прокатывать и на рейтингах выше. Смотрите, суть в чем. Так, рейтинг 3465, сыграл сейчас последнюю игру. Думал 3500 будет и на этом наверное закончу. Хотел закончить на сегодня, играть в доту на хорошей ноте, но... Ну, смотрите. Проиграл я в общем последнюю игру. В основном, как вы можете заметить, я играю вот на таком персонаже, как Пуджи. Как вы можете опять же заметить, что у меня в основном идут победы. Есть конечно поражение, безусловно, без этого никак. Но видите, ну побед достаточно много. Как бы, и при всем при том, что это Падж, это там не король, то есть Падж это такой персонаж, который должен ломать игру противника, никак не тащить в соляну, как говорится, да. То есть побед достаточно, есть поражение, но еще такой момент. Наверное процентов 50 из поражений, которые на Падже есть, вот допустим сколько их, ну пусть 10 поражений, да, в этой строке. К примеру, половина из них это игры, которые я слил сам, для того, чтобы люди научились играть. Ну то есть я всегда притерживался такого, так скажем, такой игры, такого мнения, что если человек берет саппорт, он должен саппортить и не заниматься всякой хуйней. Вот, и так далее. Если человек берет саппорта, но при этом не саппортит, посылает всех нахуй и играет как хочет, я считаю, такой человек не должен выигрывать и сливаю ему игру. Ну, для меня как бы это, ну, это ММР в принципе похуй, я знаю, что следующую я выиграю, вот, а этот человек пусть катится ниже, чтобы он мне дальше в следующей игре не попадался. Вот, и, исходя из вышесказанного, конечно, поражение есть, но некоторая часть, в районе половины из них, в принципе, слита мной лично. Даже во многих играх, которые я сливал, мы доминировали полностью противником, но чуваки начинали выебываться, не хотели нормально играть, или челики просто не ходили вместе, знаете, вот такая хуйня бывает. Четверо идут, там, допустим, драться, а один где-то фарминг. Вот, и... Я раз скажу, два скажу, человек не понимает, ну, все, значит, ты проигрываешь. Вот, и как бы, как же у нас играть на панже? Смотрите, шел я, значит, смотрите, сколько у меня побед было, да? Кстати, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь побед подряд, и была бы восьмая, я уверен. Но, за меня попался, ну, конечно, обзывать его не буду, но, блядь, хуесос, ну, хуесос, чувак, ты хуесос. Come back to global. Сука. Он взял паджа первым же пиком. Если бы я взял паджа, это была бы, скорее всего, победа. Потому что стратегия проверена временем, как говорится. Хорошо, чувак взял паджа и говорит, у меня 5к рейтинг, типа, блядь, все, заебись, сейчас затащим. Но, мы проебали. Мне пришлось взять саппорта, цемочку. И хоть у меня ассистов 34 целых штуки, вроде бы, как я был полезный, но, я скажу так, если бы я играл на падже, я бы был гораздо полезнее. Гораздо полезнее этой цемки, гораздо полезнее этого же паджа. Ой, блядь. Короче говоря, мы бы выиграли с 90% вероятностью, если бы я играл на падже. Этот падж, смотрите, собрал полную дичь. Блинк, линза, бкб. Блядь, зачем паджу бкб? Ну, хотя здесь веномансер, вся эта хуйня. То есть, все, ну, хорошо, возьми форстов. Ну, просто форстов вместо блинка, и бкб не собирай, нахуй тебе надо. Ну, допустим, у тебя попали, я дам форстов, сделал тп там. Ух, окей, хорошо, бкб, похуй. Допустим, бкб просто я не могу гнать на бкб. Это артефакт, который, блядь, сложно гнать, потому что он в любом случае будет полезен. Хорошо. Но я бы не собирал. У пуджа, смотрите, блядь, у пуджа 5 с хуем тысяч хп. За счет там ветки прокачки, вот эта вся хуйня. Наверное, знаете, кто играл за пуджа, ему там добавляется хпшечка. Короче, у него было до хуище хп. И сейчас загрузимся. Когда я играю на пудже, я стою, допустим, если мы играем за свет, я стою харду один, либо вдвоем, получаю левел, что-то подфармливаю. В идеале нафармить сразу же возвратку. Да, это самый-самый главный артефакт для того, чтобы пудж достаточно был полезным. Возвратка. Этот пудж 5к ммр, блядь. Я говорю, чувак, собери возвратку, у тебя 5 с хуем тысяч хп. Ты что, ты, блядь, угораешь, смотрите. У чувака 5 с хуем тысяч хп, блядь. Ну, мы тут играли, у нас еще ливнул вивер в самом начале. Мы играли вчетвером всю игру, ну, блядь. Тут, как бы, на это тоже можно списать поражение, ну, похуй. Смотрите. У него 5 с половиной тысяч хп. Без Тараса, без всего. Если бы он собрал возвратку, его бы не смог убить ни Рикки, ни Сларк. Даже та же обезьяна не смогла бы убить. То есть, 1 на 1 его бы никто не убил никогда. Понимаете? То есть, максимум, его бы могли убить 2 на 1, и то тяжело. 3 на 1, да. И то, если бы его убивали 3 на 1, представляете, сколько бы урона Путч нанес он с возвратки, с Вони, там, хукануть. Хукануть бы еще успел, может быть, сожрать бы еще успел. То есть, понимаете, пока бы они его убили, они бы себе разбили больше половину лица. Трое. Трое персонажей. Это к тому о полезности героя. То есть, если ты забегаешь в замес, включаешь возвратку, начинаешь кого-то жрать, допустим, тебя начинают бить. Представляете, сколько урона такой Путч наносят в замесе? Вот с Вони, с возвратки, со всей хуйни. Это, это пиздец. Это очень много. Это очень много. Я говорю, чувак, блядь, 5000 ММР. Я, конечно, не хочу ничего сказать по поводу его 5К, хотя он явно не играл на эти 5000. Допустим, хуй с ним. Просто я не считаю, что 5000 – это очень много. Может быть, и есть у него 5000. Но элементарные вещи, которые, в принципе, человек, имея 5000 должен соображать, при том, что он говорил, я 5000 поднял на Путже, сейчас затащим. Я так подумал, ну окей, хорошо, я возьму тогда саппорта, по саппорчу. Но он уже первый пикнул, поэтому у меня-то особо выбора не было. Блядь, 5000 поднять на Путже, при этом, ну, блядь, голова у него не работает в нормальном русле. Он даже не понимает элементарного, что если собрать возвратку, то, блядь, это очень-очень мощно получится. Это очень мощно получится. То есть у нас, по сути, танков-то и не было, как вы можете заметить. Морф тоже такой огрызок на Морфе играл, хотя, ну, гнать, в принципе, здесь на кого-либо нельзя, потому что мы играли четвером, было сложно. Вроде парни старались, ну, блядь, там были косяки у Морфа и у Путжа. Такие, блядь, один возвратку не собрал, второй фидел, как дебил, блядь, БКБ не мог собрать. Короче, такие моменты. Ну, ладно. Так, где? Соблудная камера. Вот. 5000 ММР не может, блядь, сделать элементарного. Какие-то, сука. Ну, я не знаю. Я рассказываю, как я играю на Путже. Ставлю линию, выфармливаю максимум, что можно выфармить. Если очень сложно, ну, ничего не выфармливаю, получаю левел. Левел седьмой, это, ну, шестой минимум, когда ты можешь кого-то пойти загангать. И, в принципе, короче говоря, если ты стоишь на меду, да, в принципе, надо идти кого-то гангать туда-сюда, хотя вот этот Путж, он никого не гангал, он стоял на меду, всю игру, когда нас убивали по таврам, наверху с морфом, прибегал мидер, их не помогал им. И это повторялось раз за разом. Я говорю, чувак, алло, Путж, блядь, ты, может быть, поможешь там, что-нибудь как-нибудь сделаешь, нет, алло? Ну, говорит, а кто вам сказал, что я, блядь, должен кого-то гангать? И вы знаете, вот этих долбоебов, вот такие, блядь, эти поговорки дебильные. Сейчас бы в 2К16-м мидер гангать пошел? Ну, типа, блядь, какого хуя вообще должен гангать? Это, блядь, сука, я не знаю. Насмотрится всякой хуйни стримеров дебильных, блядь, и думает, что они правильно играют. Я еще так выражался, как этот, блядь, дебил, который на в Рейкинге играет. Ой, сука. Короче, Путш, не знаю, как он поднял эти 5000, блядь, но он очень слабо играет. Стратегия, ребят. Долго видео застянуло, да, хотел рассказать ему, как повышать ему мальчик. Все, блядь, горелся, Тел Путжаб, про него рассказывал. Смотрите, допустим, мы играем за свет. Смотрите, мы играем за свет. Мы берем Паджика. Можно Паджиком саппортом идти, но я не люблю так делать. Можно в МИД идти, тоже не очень люблю, потому что, опять же, ответственность, как-никак, и, блядь, потом надо идти гангать, а потом, если все заваржено, у тебя не получится гангать, и ты будешь куском говна бегать, а другой МИД просто в это время какой-нибудь СФ будет фармить, фармить и набирать обороты на МИДу. Это будет гораздо полезнее, поэтому лучше Паджиком идти на наверх. Идешь один, либо вдвоем, лучше вдвоем, конечно, но можно и одному, в принципе, левел, вся фигня. Получаешь левел, по возможности убиваешь, если получится, подфармливаешь, выфармливаю, я сразу же, ну, естественно, вот эту вещь, вот эту вещь, накидку, и после нее, ну, стики, вся фигня, ну, это начальная хрень, после нее, после, вот, единственную накидку покупаю, я ее не апгрейджу в этот худ, покупаю возвратку. Все. После, после вот этих вот начальных артефактов, когда ты приобрел возвратку, все, ты уже вполне боеспособен, ты уже можешь агрессировать, драться, и, короче, все, все, что тебе надо, для того, чтобы начать играть, для того, чтобы ходить, драться, убивать, гангать, это, вот эти артефакты, ну, гангать можно и без них, конечно, я не спорю. Я имею ввиду, про массовые замесы какие-то и так далее. Это элементарные вещи, с которыми пуш будет очень силен. Просто ты кого-то хукаешь, сжираешь, на тебя агрится противник, ты нажимаешь возвратку, вонь, и пусть они тебя бьют. Когда они тебя будут бить, они будут убивать сами себя, потому что у пуджа даже в начале много хп. Как бы это достаточно простые вещи. И, ребят, поверьте, стратегия достаточно проста, но, сука, она работает. И я снимал видео неделю назад, по-моему, у меня было там 3000 ММРа. Но это мой старый аккаунт, когда-то был, я про него вспомнил, решил зайти, потому что новый я завел, у меня там нету ММРчика, там надо получать левел, играть, это очень долго. А здесь он уже был. И было здесь 3000 ровно. И как бы за неделю я поднял 500 ММРа, играя там в день. Ну, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь игр, ну, по-моему, восемь многовато. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, да. Игр семь в среднем. Наверное, восемь многовато вчера я бахнул. Игр семь в день. Некоторые из них сам сливал, некоторые, естественно, проигрывал, куда без этого, но тем не менее, ММР растет. Как бы, не особо напрягаясь, стратегия вообще рабочая. Это легко, и это работает. В принципе, все, ребят, что хотел сказать. На этот счет, играйте паджиком, тащите, ну, естественно, хукать тоже надо немного уметь. А, кстати, по поводу стратегии на игру. Если вы стоите на линии, паджиком имеется в виду, и вам, блядь, орут. Падж, сука, хуй сос, приди. Падж, блядь, вот там, вопри. Падж нас ебут. Падж. Короче, игнорируйте. Никуда, блядь, не ходите до шестого, седьмого века вообще. Потому что, смотри, элементарная вещь. Если вы идете хуесосом помогать, у вас не получается, ну, так случилось, вы получили пизды вместе с этими хуесосами. Потом еще раз такая ситуация, все, вы проебали игру. Потому что, вы уже будете бегать куском бесполезного говна, без левела, без вещей, и обоссаном, вместе с теми обоссанцами, которые вас звали. Поэтому, шестой, седьмой левел, это минимум. И лучше, конечно же, возвратка. Без возвратки вообще не советую усуваться. Дальше, если хуесосы, если хуесосы, там, где-то вы хуканули кого-то, кого-то не хуканули, промазали, там, всякое бывает, потому что, невозможно постоянно попадать хуками. Хуесосы, сто процентов, начинают пиздеть. Парш, ты хуесос, ты не умеешь хукать. Ну, школьники, вот эти вот прыщавые, там, пятый б, блядь. Они начинают, вам говорили, что, парш, ты хуесос, блядь, ты не умеешь хукать, парш, блядь, ты бесполезный кусок говна. Вот всю хуйню, они начинают пиздеть. В 70 процентах случаях, вот те игры, которые сыграл, школьники начинали пиздеть, когда ты, не дай бог, промахнешься хуком. Сразу в мут. Даже вообще не разговаривайте с ним, просто мут. Если еще кто-то, еще в мут. Если все пиздят, всех в мут. И только после того, как вы замутаете долбоебов, которые пиздят, вы начнете нормально играть. Это проверено, блядь. Бывает такая ситуация, потому что, ну, невозможно всегда попадать хуками. Это, ну, это физически нереально. Конечно, ты будешь промахиваться. Это, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает, да? Если не промахиваться хуками, значит просто не хукать. Смотрите. Играю, допустим, ну, я говорил, что это проверено. Играю, допустим, ну, не пошла у меня игра. Раз промазал, два промазал, три промазал, четыре промазал, блядь. Может быть, просто потому что в противниках стоят варде, они видят, когда пуш хукает, они маятся, да, вот эта вся хуйня. Ты промазываешь, промазываешь, промазываешь уже самого немножко так как-то, ну, неприятно на душе из-за этого, то, что нихуя не получается. И еще школьники начинают пиздеть. Все. Как только ты их мутаешь, и полнейшая тишина, никто не пиздеет, тишина, ты занимаешься тем, чем должен заниматься, ходишь, гангаешь, и реально, сука, хуки начинают залетать. Это, блядь, проверено, это сто процентов. Поэтому, хуйсосов сразу в мут, в мут. Даже вообще не думайте от этого, как это говорит, блядь, ну, типа, то, что ты не общаешься со своими тиммейтами, это, типа, плохо влияет на игру. Это все хуйня, ребят. Это полнейшая хуйня. Наоборот, когда эти хуесосы пиздят, вот это плохо влияет на игру. А когда, блядь, их не слышно, охуенно, как получается, блядь, играть. Это еще как игра заходит, блядь. Так что, вообще даже, блядь, у вас не должно быть ни капли сомнений по поводу того, что замутать или нет, пидор, конечно, сразу в мут кидайте. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Намко. Повышайте ВМРчик. До скорых встреч. Пока.